В этом году, 2014, исполняется 70 лет термину геноцид. Автором которого был юрист Рафаэль Лемкин. Рафаэль Лемкин начал заниматься вопросом юридической ответственности уничтожения этнических групп со времен учебы в Львовском университете, когда он интересовался попытками возмездия над виновниками геноцида армян. Возмущенный их безнаказанностью в начале 1930-х годов, он начал активно лоббировать в международном праве наказание за преступление геноцида. Определение геноцида в том виде, в котором оно принято ООН, это его заслуга. Годы спустя он написал в автобиографии, что в юриспруденцию его толкнуло дело Сагамона Тейлериана, убившего при свете дня в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Мехмета Талаат Пашу, инициатора и организатора массового истребления армян. О геноциде нам еще предстоит поговорить в будущем. Сегодня же речь пойдет о другом понятии, фонетически схожем с геноцидом – геноцидом. Так что редакторы наши не сошли с ума. Название сегодняшней темы – культивация геноцида. Именно геноцид, а не геноцида. Совершенно разные понятия, ибо геноцид – это умышленное уничтожение нации или расы, а геноцид – всего лишь родовая клетка. О культивации уже на уровне родовой клетки армянофобии путем фальсификации исторических событий в начале 20 века в Азербайджане, и пойдет речь. Часто мы сталкиваемся в сетях, в общении с восточными соседями, что армяне учинили геноцид в отношении азербайджанцев. Сначала в 1905 году, затем в 18-20 году прошлого столетия. В качестве доказательства они приводят опусы местных историков-сказочников, которые мало того, что вину своих предков пытаются возложить на армян, так еще и чуть ли не весь советский большевизм в армян записывают. Я, конечно, понимаю, что из тех, кто устанавливал советскую власть в Азербайджане, 11-я Красная Армия, например, или 26 бакинских комиссаров, армян среди них было в разы больше, чем азербайджанцев. Но ведь это же не значит, что коммунисты, среди которых, кстати говоря, были и азербайджанцы, тот же Мишадий Азизбеков, например, вступили в Баку, чтобы учинить геноцид азербайджанцев. Такая ситуация была тогда и в Грузии, и в Армении, ведь не все были за красных. С таким же успехом можно сказать, что коммунисты, армяне, среди которых тот же Степан Шаумян, совершали геноцид против своих же армян. Ведь известно, что с ними боролся тот же Горегин Жде, которого вы поносите. Вот в этом вся и соль. Большевистские нападения на Абшироне называются армянскими, это в Баку. А резню армян в Баку и по всему Азербайджану, устроенному мусаватистами вкупе с турецкими специалистами по резне, обращают наоборот. Хотите знать правду? Так узнайте. После 1915 года истребление армян продолжалось. Только место действия перенеслось из Анатолии в Азербайджан, где вовсю орудовали сами турки, мечтавшие с Нури-Пашой и мусаватистами создать на этой территории продолжение Турции. В исторической литературе погромы начала века обычно называются армяно-татарской резней. И так во всем мире, во всех исторических хрониках мира. Однако в переложении на азербайджанский язык эта резня называется геноцид азербайджанцев. Байки о том, что армяне учинили геноцид азербайджанцев в начале 20 века, начались с так называемого указа президента Азербайджанской республики о геноциде азербайджанцев от 26 марта 1988 года. Не гнушаясь терминов и выражений, Гейдар Алиев описал, цитирую, «Зверства армян, начавшиеся в Баку, охватили весь Азербайджан и азербайджанские села, были разрушены и стерты с лица земли сотни населенных пунктов, варварски убиты тысячи азербайджанцев» и так далее. Описываются им сцены убийства, да так, словно сам был очевидцем. Интересно, какие такие населенные пункты были стерты с лица земли? Об этом Алиев умолчал, ведь их сотни. Хоть один-то пункт можно было озвучить. Коварство и хитрость на этом не ограничилось. Азербайджанские власти любят играть двойнушку и не на один на один с противником. Нужны заступники извне. Даже в так называемом геноциде азербайджанцев он выставил в жертвах не только азербайджанцев, но и горских евреев. Якобы армяне резали азербайджанцев и горских евреев. Думаю, не нужно обладать большим умом, чтобы догадаться, при чем тут горские евреи. И почему именно горские? Почему не Ашкеназы, например, или не Сефарды? И тех, и других в Баку было немерено. Ну и бог с ним, с горскими-то. Горские так горские. Видимо, Алиев понимал, что ашкеназы не носят черкески с кинжалами и не отомстят армянам. А горские пострашнее выглядеть будут и владеют кинжалом довольно-таки неплохо. Между тем, обратимся к нейтральным источникам того времени. Газета «Русское слово» от 8 февраля 1905 года пишет «С воскресенья во всех частях города Баку происходит нападение вооруженных мусульман на армянское население, достигшее в понедельник угрожающих размеров. Есть уже сотни раненых, много убитых. Мирное население объято страхом. Всякая деятельность приостановлена». Эта же газета уже 10 февраля того же года сообщает следующее. «События в Баку произвели в Тифлисе удручающее впечатление. Местные армяне тревожатся за участь своих бакинских родственников. Армянский спектакль, назначенный на сегодня, отменен». 22 февраля 1905 года «Русское слово» продолжает сообщать. «Жертвы среди армян насчитывались уже десятками. Когда на улицах больше некого было убивать, татары кинулись громить армянские лавки. Взламывали двери, стреляли внутрь лавок залпами, вытаскивали неосторожно оставшихся в лавках торговцев и зверски расправлялись с ними». Другой источник тех лет «Тифлисский листок» от 11 сентября 1905 года сообщает. «Три дня балаханы за брат романы напоминали ад. Озверевшая толпа била, грабила, расстреливала, жгла. Некоторых русских пощадили, других истребляли вместе с армянами. Раненых швыряли в горящие мазутные ямы и дорезывали. Подли промыслов Монташева окружили безоружную толпу человек в 30 и всех искрошили кинжалами и бейбутами. В романах замучили, перестреляли, сожгли более 300 человек». Еще один пример из другого источника газеты «Новое обозрение» от 23 ноября 1905 года. Издание ТО пишет. «По улице двинулась толпа, состоящая из босиков и безработных. Один армянин был зарезан прямо у подъезда, генерал губернаторского дома. В Баилове толпа осадила дом с двумястами обитателями армянами». Все эти издания можно найти в подшивках в ряде крупнейших государственных библиотеках. С газетами, которые я процитировал и сослался, можно ознакомиться, например, в Государственной публичной исторической библиотеке России на Старосадском переулке. Также можно найти в Российской государственной библиотеке в Москве на Воздвиженке. То есть ссылки на эти цитаты я дал, вплоть до номеров этих газет и года издания. Следующий факт геноцида Азербайджан приписывает уже к 20-м годам 20-го века. Это в то время, когда турки у себя успели расправиться с армянами и прибыли в Азербайджан устанавливать мусаватийское правительство, а заодно и антиармянскую чистку и провести на местах. Почти все турецкие эмиссары, Инвера Паши, Халил Бея и прочих, прибыли тогда в Азербайджан. Позже, когда их власть в Баку перешла под контроль большевиков, татаро-турецкие эмиссары со своим войском отправились в Зангизур и Карабах расправляться с армянами и перемещать свое фиаско в Баку на этих территориях. Этот исторический факт подтверждает и председатель парламента Азербайджана Агаев в своем письме Инвер Паше. Беспорядки начались уже на перифериях, а Баку перешел в руки большевиков. Это случилось 27 апреля 1920 года. Кстати говоря, именно в 1920-й и считается официальной датой установления дипломатических отношений между Турцией и Россией. Любопытен тот факт, что резиденция полновочного представителя РСФСР в Турции находилась тогда не в Анкаре, а где бы вы думали? В Баку! Это единственный уникальный случай в мировой истории дипломатических отношений, чтобы посол, представляющий страны, имел резиденцию в собственной стране. Нарочно не придумаешь. Тем временем положение Армении было удручающим. Политическая элита пыталась маневрировать между большевиками и западными державами. Запад вершил судьбу армян во французском севере и признавал армянское государство с выходом в Черное море. Президент США Вудро Вильсон лично подписывался под такой независимой Арменией. А большевистское руководство с большевистской армянской интеллигенцией признавало другую Армению в составе РСФСР. Как мы знаем уже, последним долго не удавалось взять вверх. Советизация Азербайджана воспользовалась случаем непокорности армян-большевикам. И на первом съезде угнетенных народов Востока был принят документ, где прямо объявлялась война Армении как агенту мирового империализма. Ритуальность убийств обеспечивалась Нори Пашой и Халил Беем. Итальянский специалист в истории восточного христианства Джованни Гуайта писал Азербайджанские и социалистические советские власти десятилетиями отрицали и старательно замалчивали массовое убийство около 30 тысяч армян в Шуше. Когда Шушу посетил известный русский поэт Осип Мандельштам вместе с супругой, он застал лишь одни руины. В своей книге супруга поэта Надежда Мандельштам позже вспоминала «В этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенным, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы прощались по улицам, и всюду одно и то же. Два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. Говорят, после резни все колодцы были забиты трупами. Внизу, на базарной площади, копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У Осипа Мандельштама создавалось впечатление, будто мусульмане на базаре – это остатки тех убийц, которые разгромили город. Только впрок им это не пошло. Нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. Люди на базаре предлагали нам переночевать у них, но я боялась болячек. А Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед ним погромщики и убийцы». Это опубликовано в книге Надежды Мандельштам под названием «Книга третья» в 1978 году на страницах 162-163. Кстати, Осип Мандельштам оставил после себя поэтическое свидетельство об этом событии. «О резне армян» в своем стихотворении «Фаэтончик» там есть такие строки. «Так в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, Я изведал эти страхи соприродные душе. Сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон, И труда бездушный кокон на горах похоронен». За свою строптивость и долгое упорство армяне поплатились тысячами жертвами в Закавказье. Сначала закавказские татары вкупе со своими предводителями из Турции вырезали армян. Затем после небольшой паузы продолжительностью в 15 лет к закавказским татарам снова прибыли турки уже с богатым, умудренным опытом резни армян после 15-го года. Добивать остатки уже в Азербайджане, подталкивая закавказских татар убивать армян. Советская власть позже поспособствовала остановить резню, но в том случае, если Армения станет большевистской республикой. Сопротивление армян было не на жизни, а на смерть. И среди своих хватало большевиков. Они и одержали победу. Но какой ценой? Ценой тысячи убиенных армян. Ценой нащечевания. Ценой Карабаха. Ценой Карской и Ардаганской области. От Армении остался лишь осколок, вбитый клином между Азербайджаном и Турцией. Зато алиевские мудрецы продолжают излагать научные изрыгания о некоем геноциде азербайджанского народа, устроенный армянами. Поразительно. Геноцид устраивали армяне над бедными турками и азербайджанцами, а лакомые кусочки и армянские земли приобрели жертвы армян, те же турки и азербайджанцы. Неужто армяне, убивая, приговаривали либо забирай наш Карс, либо я тебя зарежу, либо забирай Карабах, либо погибнешь от моего кинжала. Уникальный случай того, когда несчастная жертва становится обладателем целого состояния. КОНЕЦ КОНЕЦ